МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ливаненков Сергей Сергеевич окончил в 2011 году факультет журналистики Томского госуниверситета. В информационной журналистике более 10 лет. Работал ведущим радиостанции «Эхо Москвы» в Томске, заместителем руководителя бюро РИА Новости в Томске, заместителем главного редактора РИА Томск, с обкором ТАСС в Томской области. С 2017 года редактор ТАСС по ЮФО и СКФО. С 2021 года руководитель пресс-службы мастерской новых медиа. Расскажите о своем карьерном пути до мастерской новых медиа. Я начинал работать на радио, работал на «Эхо Москвы» в городе Томске, ведущим эфира. После меня пригласили работать в информационное агентство. И больше 11 лет я работал в информационной журналистике. Начинал от САПКОРа по Томской области. Ну и вот мой путь именно в информационной журналистике завершился на руководстве двумя редакциями в агентстве ТАСС. Это Южного и Северного Кавказа. Почему вы выбрали журналистику? Честно говоря, не помню, что стало толчком к тому, чтобы я пришел в журналистику. Но еще будучи школьником, ну, наверное, где-то седьмой-восьмой класс, я живу тогда в Казахстане и слушал российские, российское радио «Маяк», смотрел российские телеканалы, и в какой-то момент мне вот захотелось, ну, это вот такое чисто мальчишеское, наверное, такое детское, захотелось делать что-то хорошее, интересное, приносить пользу. Это вот с этого началось. То есть это не то, чтобы хотелось быть вот как они, как ведущие на первом канале, который показывался в Казахстане, или как ведущие на радио. Мне хотелось бы рассказывать о том, что происходит. Ну и вот так я оказался в журналистике. То есть где-то через 2-3 года я пошел работать в молодежное издание, работал там больше года, потом переехал в Россию, и там уже буквально через, наверное, месяц после того, как я начал учиться на журфаке в городе Томске, я пошел на радиостанцию «Эхо Москвы», сказал, я хочу работать у вас. Как вы пришли в команду мастерской новых медиа? В 2021 году запускался этот специальный проект, и мне предложили попробовать, по сути, вместе с той командой, которая организовывала, сделать его с нуля. То есть пройти путь от зарождения проекта до его реализации, до того, как мы вот уже начнем набирать и обучать медийщиков со всей страны. В сегодняшних реалиях разные виды СМИ могут существовать отдельно друг от друга, или они должны работать в совокупности? Совершенно точно СМИ должны работать в совокупности. Совершенно точно традиционным СМИ нужно развивать линейку, связанную с диджиталом. Это, правда, обязательная история, по многим причинам. Но вот давайте возьмем телеканал. Мы знаем, что сейчас, например, молодежь редко смотрит телеканал. Но это связано с особенностями потребления. Молодежь редко приходит и ждет выпуска новостей. Но, например, молодежь хочет потреблять фильмы, контент, сериалы, все что угодно в любое время. В любое время, а не тогда, когда это позволяет эфирная сетка. Куда идет молодежь? Молодежь идет в интернет. Там, где можно в любой момент найти то, что тебе нужно, посмотреть то, что ты хочешь и так далее. То есть здесь вопрос больше, знаете, в некой дистрибуции контента. То есть очень важно развивать традиционное телевизионное вещание. Очень важно развивать направления, связанные с другой аудиторией. То есть тот контент, который делается для взрослой аудитории, более взрослой аудитории, адаптировать его и продвигать через социальные сети. То есть таким образом телеканал, который развивает не только традиционное, но и сетевое вещание. Под сетевым вещанием мы имеем в виду не только трансляцию, например, просто эфира, а создание контента специально для социальных сетей. Он тогда охватывает более широкую аудиторию. Гораздо более широкую, чем позволяет эфирное вещание. Поэтому, безусловно, те, кто сейчас начал развивать социальные сети, причем вкладываться в них, тот сейчас преуспевает. Тот бренд совсем по-другому играет. То есть без соцсетей сейчас невозможно существовать? Да нет, существовать-то можно, но невозможно, наверное, существовать эффективно. Потому что, ну, да, давайте возьмем не только молодежь, уже и люди более старшего поколения потребляют контент через социальные сети. И это абсолютно нормально, потому что социальные сети, они гораздо более удобны. Гораздо более удобны. Они не требуют, ну, не знаю, вот газету, например, напечатали. Помните, как раньше ждешь, когда газета, напечатанная в Москве, дойдет до регионов. Но сейчас же это не работает, сейчас же все можно прочитать в интернете. Поэтому, конечно, те, кто развивает социальные сети, гораздо более эффективны, чем те, кто этим не занимается. Какова основная задача мастерской новых медиа? Задача мастерской новых медиа не столько чему-то вот прям научить. Задача мастерской новых медиа не сказать, как правильно делать. Задача мастерской объяснить медийщикам происходящее в стране, чтобы они были более эффективны, чтобы они более эффективно могли бы объяснить происходящее своей аудитории. Вообще, у нас самая главная проблема, именно журналистов, тех, кто работает в медиа, заключается в том, что, ну, к сожалению, всего разных обстоятельств, журналисты очень мало знают и мало понимают происходящее вокруг. Ну, вот есть новости, но объяснений нет. Людям сейчас недостаточно только новостей. Людям нужно разъяснять, объяснять, почему происходит. Почему мы начали специальную военную операцию? Почему важно сейчас помогать фронту? Почему важно помогать новым российским регионам? Когда началась мобилизация? Почему началась мобилизация? С чем это было обусловлено? Чего не хватило людям на начальном этапе? Людям не хватило объяснений. Объяснение причин. Объяснение, почему так происходит. И, возможно, людям не хватило картинки будущего. То есть понимание, а что станет результатом того или иного решения, которое приняло государство. Вообще, я сейчас такую вещь, может быть, скажу не очень приятную, но журналисты, ну, по-хорошему, достаточно ленивый народ. Я сам работал журналистом. Я могу это с уверенностью говорить. Это очень ленивый народ, который зачастую выступает таким, знаете, ретранслятором. Он просто ретранслирует то, что говорят другие, но не пропускает это через себя, не ищет объяснений и не пытается объяснить людям, соответственно, своей аудитории, что происходит. Вот сказал что-то, какой-то чиновник или общественный деятель, ну, вот просто ретранслировали эту мысль, и все. А почему это было сказано, зачастую остается за кадром. То есть, что мы делаем в мастерской? Мы стараемся нашим слушателям, мы их называем слушателям, это не студенты, это уже состоявшиеся, на самом деле, медийщики, достаточно опытные. У многих из них телеграм-каналы, например, с несколькими сотнями тысяч подписчиков. За многими из них стоит многомиллионная аудитория, если брать все социальные сети в совокупности. Мы пытаемся им, первое, объяснить логику принимаемых в стране решений. Второе, мы пытаемся для них дать разную картинку происходящего. К нам приходят разные спикеры, они могут противоречить даже друг другу. Они могут по-разному смотреть на ту или иную проблему или давать совершенно разные решения. И вот задача ребят в том, чтобы, послушав всю эту палитру, узнав всю эту палитру мнений, сформировать собственное. И уже с этим, сформированным собственным мнением, идти дальше к своей аудитории, развивать свои блоги и так далее. Ну и еще одна очень важная задача мастерской – это формирование команд. Сейчас невозможно делать качественный продукт без команды, без хорошей, крепкой, сильной команды. Причем не только профессиональной, но очень важно, чтобы люди в этой команде совпадали по ценностям. Чтобы у них было одинаковое видение результата, чтобы они одинаково относились к жизни и к тому, что делают. Вот тогда, когда есть вот этот вот эффект, эти команды могут делать действительно очень классный, крутой продукт, без противоречий внутри. Но ведь бывают объективно скучные темы. Любую скучную тему можно подать интересно или бывают исключения. Я уверен, что любую скучную тему… Ну, кто сказал, что эта тема скучная? Не бывает скучных тем, бывает скучная подача. Бывает, скорее мы не хотим в ней разобраться, мы не хотим найти в этой теме что-то такое, за счет чего можно ее раскрутить. Еще очень большая беда – мы не ищем героев. Мы пытаемся любую скучную тему, условно скучную, подать через чиновника, через какую-то говорящую голову. Но не пытаемся подать эту тему без истории, через историю человека. Вот сегодня была Маргарита Жемчугова, которая со своей командой реализует проект «Люди расскажут» о том, как национальные проекты изменили жизнь людей на Кавказе. А можно как сделать? Можно написать очередной пресс-релиз о том, что в каком-нибудь селе появилась школа. Или там появятся десятки школ. Это можно сделать, наклепать, но это не будет интересно. Это звучит скучно. А вот когда ребята через историю людей, которые там живут, на этой территории, подают эти истории, вообще получается по-другому. Я еще сейчас расскажу один пример. Наш участник из блогера из Кабардино-Балкарии, Залим Маргушев, рассказал такую крутую историю, как раз тоже связанную с нацпроектами. В одном из сел появилась, заасфальтировали дорогу. Там всего буквально, если сейчас мне не изменяет память, 300 метров. Ну, можно просто было рассказать, что в селе таком-то появилась дорога, заасфальтировали дорогу в рамках нацпроектов, 300 метров. Теперь там людям хорошо. Все, это скучно. А можно рассказать так, что вот эта дорога, которая появилась в этом селе, всего там 300 метров. Еще раз, это маленький участок дороги. Он изменил жизнь целой улицы. Раньше у них не было дороги. Раньше там были эти колдобины, в общем, ужасная совершенно дорога. После того, как там появилось асфальтовое красивое покрытие, жизнь улицы преобразилась. Женщины, после того, как стадо через дорогу прогоняют, моют асфальт. И это совсем другая история. То есть, люди действительно, вот у людей появилась картинка, вот эстетическое удовольствие появилось от того, что на их улице есть дорога. И они хотят поддерживать эту дорогу в чистом состоянии. Вот представьте себе, через такую историю рассказать. Еще раз, на чаше весов появилась селе-то комната, появилась дорога, 300 метров. Или вот эта история, когда люди действительно, дорога, которая изменила жизнь целой улицы. Каким вы видите будущее российских медиа? Будущие российские медиа, это те медиа, которые работают для людей. Которые, во главе угла которых, вообще всей работы, это конкретный человек или группа людей, для которых медиа может сделать действительно очень многое. А те медиа, которые будут этим заниматься, за ними очень большое будущее. Потому что самое главное, что есть у любого медиа, это аудитория. И не нужно забывать о том, что медиа это хороший мостик между властью и обществом. Об этом тоже нужно не забывать.